МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чисто, уютно, комфортно. Так говорят жители домов, во дворах которых сделан ремонт. А он ведется более чем по 100 адресам. В 58, как на Аллилуева, 10 он уже завершен. По программе «Тысяча дворов» в этом году у нас был проведен ремонт при домовой территории, полностью капитальный ремонт детской площадки. Новая контейнерная площадка нам установлена. И сейчас еще нам поставят освещение вокруг детской площадки. Очень нравится. И покрытие такое, что, в принципе, не больно детям падать. Как бы довольны, что качельки, горочки и большим, и маленьким. Там есть и где позаниматься детям. Все довольны. Да, очень сделали хорошо. Асфальт положили новый. Машину уже можно куда-то поставить. Площадку сделали детскую хорошую. Стало сейчас весело, комфортно и приятнее. Да. В большинстве дворов, как на Тухачевского, 40, рабочие обновили асфальт. Во дворах меняют старые конструкции детских площадок на современные. У меня трое детей. И мы безумно счастливы ремонту этих дорог, детской площадки. То есть дети у меня разновозрастные. Есть, которые с коляской погулять. Было невозможно. Видов ремонта по-прежнему три. Асфальтирование дороги, установка детской или спортивной площадки. Самой большой популярностью у жителей пользуется благоустройство придомовых дорог. Комплексное благоустройство по федеральной программе подразумевает и асфальтирование, и установку детской, либо спортивной площадки. В рамках мероприятия оборудована детская площадка. Также выполняется благоустройство придомовой территории. Конечно, жители принимали активное участие, не без их инициативы. Будем стараться содержать то, что нам город дал по этой выдающейся программе. Мы очень рады, что у нас наконец-то будет здесь порядок хороший для людей. Мы очень ждали эту площадку, и вот наконец-то ее сделали. Мы очень рады. То есть заасфальтировали отмостку вокруг дома, расширили тротуарные дорожки, делали парковочные места побольше. Также сделаны места для отдыха, так и для детей, так и для взрослых. Работа по благоустройству общественных и дворовых пространств ведется сразу по четырем программам. В рамках онлайн-голосования, организованного по нацпроекту «Жилье и городская среда», по Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды, программе «Минвостокразвитие тысяча дворов Дальнего Востока», а также проекту «Тысяча дворов». У нас есть ряд дворов, которые уже на самом деле близки к завершению. То есть там буквально осталось положить асфальт, но как раз его, соответственно, мы положить не смогли, потому что шли дожди. 58 дворов у нас завершено уже полностью, то есть все работы завершены. В 2022 году новый вид обрели 165 дворов Владивостока. В этом году реализация программ продолжается, а это значит, что еще больше придомовых территорий станут комфортными и безопасными.